Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов, и это очередной обзор самых дорогих лотов, проданных на сайте Виолити. Открывает сегодняшнюю десятку Георгиевский крест. Георгиевский крест, причисленная к ордену Святого Георгия, награда в Российской Императорской Армии. Награда была учреждена в 1807 году и называлась «Знак отличия военного ордена». До 1913 года название Георгиевский крест имело неофициальный характер. В 13-м году прошлого столетия оно было официально закреплено в статуте. Награда имела 4 степени. Первая и вторая изготавливались из золота, третья и четвертая из серебра. Представленный на торгах крест в четвертой степени. Номер его 135 825. Георгиевский крест был выставлен на торги с минимального старта. Награду купили за 34 901 гривну. Девятое место заняли 25 рублей 1899 года. Довольно редко боны попадают в обзоры самых дорогих лотов, но на этот раз состояние банкноты было настолько хорошим, что она оказалась выше большинства серебряных и золотых монет. 25 рублей государственный кредитный билет Российской Империи, выпущенный в 1899 году. На лицевой стороне изображена символизирующая Русь женщина, у ног которой находятся два ребенка. На оборотной номинал вот и шесть одинаковых женских портретов. 25 рублей были выставлены на торги с минимальной стартовой цены. Купили их за 41 901 гривну. Восьмую строчку заняли награды партизана. Лот этот состоит из медалей партизану Отечественной войны первой и второй степени, которые принадлежали Сапронову Анатолию Герасимовичу. Это дубликаты. В 1949 году в результате лесного пожара у Сапронова сгорел дом и награды с документами. Исполком Львовского областного совета депутатов поддержал выдачу Сапронову дубликатов наград. В 1963 году они были вручены. Награды партизана были выставлены на торги с минимального старта. Купили их за 49 951 гривну. На седьмой позиции расположилась парадная шпага. Предмету этому около 90 лет. Это офицерское парадное оружие, которое имеет итальянское происхождение. Шпага образца 1926 года. Клинок прямой, двулезвийный. Он украшен орнаментами на растительную тематику. В центре с одной стороны изображен герб Королевства Италии, применявшийся в 70-90-х годах 18-го столетия. С другой – эмблема итальянских военно-воздушных сил. Парадная шпага была выставлена на Биолити с 50 тысяч и всего после одной ставки куплена за эту сумму. Шестое место заняли 50 долларов 2009 года. Монета эта инвестиционная. Она выпускается с 2006 года и называется американский Баффало. Оформление монеты практически полностью повторяет 5 центов, которые чеканились с 13 по 38 года прошлого века. На лицевой стороне изображен вождь племени Сью на оборотной Бизон. Монета изготовлена из чистого золота, вес ровно 1 тройская унция, тираж 200 тысяч штук. 50 долларов были выставлены на торги со старта в 58 330 гривен. Купили монету на гривну дороже. Пятая строчка за Таллером 1636 года. Монета эта была чеканина во времена правления короля польского и великого князя литовского Владислава IV Вазы. Она вышла из-под станка монетного двора города Быдгощ и считается достаточно редкой. В каталоге монет великого княжества литовского Таллер имеет примечание в виде латинской R. Он изготовлен из серебра, весит около 28,5 граммов и находится в отличном коллекционном состоянии. Таллер Владислава Вазы был выставлен на торги с минимального старта. Монету купили за 66 334 гривны. На четвертой позиции расположилась картина Левоскопа. Лев Андреевич Скоп – украинский художник, искусствовед, преподаватель Львовской академии искусств, поэт и музыкант. Он родился в 1954 году и более 25 лет своей жизни посвятил исследованию и реставрации главной святыни Драгобыча – церкви Святого Юра. Картина, представленная на Виолите, написана в 2009 году. Размер ее 80 на 60 сантиметров, реставрации не было. Картина Левоскопа была выставлена на торги с минимального старта. Купили ее за 66 791 гривну. Колумб Америку открыл. Великий был моряк, но заодно он научил весь мир курить табак. От трубки мира у костра, раскуренной с вождем, привычка вредная пошла в масштабе мировом. Я лично бросил, не курю, я бодр и полон сил. Родной Минздрав, благодарю, что ты предупредил. Курящий, извини меня за грустный каламбур. Куренью с нынешнего дня объявим перекур. Советский каталог табака и табачных изделий, выпущенный в 1971 году, купили за 2223 гривны. Любимыми игрушками всех советских мальчишек были машинки. Признаюсь, я и сам постоянно выпрашивал у родителей какие-нибудь краны, самосвалы и молоковозы. Но кто ж знал, что эти игрушки будут иметь такой спрос в наше время. Весь свой автопарк я, как и положено, сломал и раздарил. А вот кто-то хранил изготовленный в 70-х годах грузовик «Уралец». Купили его тогда за 3 рубля 10 копеек. Ну а продали уже в наше время за 10 тысяч гривен. Многие в наше время ищут черный металл. Набив багажник запчастями от сельхозтехники и прочими остатками былой советской роскоши, поисковики отправляются в ближайший пункт приема металлолома и сдают найденные железяки. А теперь вот скажите, сдали бы вы в приемку вот такой предмет? Я без сомнения. На самом же деле это кираса. Вернее то, что от нее осталось. Какого периода этот артефакт остается загадкой. Но вот купили его за 24 тысячи. Открывает тройку призеров Ауреус Этрусциллы. Анне Купресения Герения Этрусцилла – супруга римского императора Трояна Деция. После смерти мужа и старшего сына, она вместе с младшим сыном Гастерианом стала править Римом. Правление оказалось недолгим. В 251 году мать с сыном умерли от чумы, которая охватила в те времена Римскую империю. Ауреус, представленный на торгах, изготовлен из высокопробного золота. Весит более 4,5 граммов и находится в отличном коллекционном состоянии. Ауреус Этрусциллы был выставлен на торги с 72 тысяч. Монету купили за 72 тысячи 501 гривну. Почетное второе место заняла старинная икона. Предмету этому более 100 лет. Судя по клейму на окладе, изготовлен он в 1890 году мастером с инициалами АА. Сюжет – Святой Николай. На востоке он является покровителем путешествующих, заключенных и сирот. На западе – покровителем практически всех слоев общества, но в основном детей. Размер иконы – 31 на 26 сантиметров. Оклад изготовлен из серебра 84-й пробы. Состояние – коллекционное. Старинная икона была выставлена на торги с 75 тысяч и всего после одной ставки куплена за эту сумму. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе на сайте Виолити, стал полуталлер 1634 года. Монета эта была от Чеканина во времена правления уже упоминавшегося сегодня короля польского и великого князя литовского Владислава IV Вазы. Она вышла из-под станка монетного двора того же города Быдгощ, но считается намного более редкой. В каталоге монет Великого княжества литовского полуталлер имеет примечание R6, а это значит, что известно не более трех десятков таких монет. Изготовлен он из серебра, весит около 14 грамм и находится в отличном состоянии. Забегая вперед, скажу, что полуталлер купили за очень хорошие деньги. Но сумма, возможно, была бы еще больше, если бы продавец заказал рекламный ролик об этой редкой и интересной монете. Итак, полуталлер Владислава Вазы был выставлен на торги со старта в 221 222 гривны. Купили его за 222 503 гривны. Друзья, ссылки на лоты, представленные в обзоре, вы найдете в описании к видео. Также, для тех, кто еще не зарегистрирован на сайте Виолити, там же в описании под видео я оставил ссылку на подробную инструкцию по регистрации. Всем хороших находок и отличных продаж!